доброе доброе утречка мы встали уже проснулась я сегодня так отлично поспала вообще до 9 30 это прям отлично я выспалась игре уже выдернули на работу сейчас он умывается поедет не знаю успеть чай попить нет и вы знаете у меня с конца прошлого года теперь ритуал приходить на кухню и проверять наше окно ну вот в пятницу помыли сейчас стоит под углом открыто всю ночь стояла но могу сказать что пошло пошло поехала игорь предположил что надо ставить сетку обратно и эта сетка предотвращает заброс жира к нам в квартиру слушайте жир к нам так и липнет на улице морозненько ветерочек заметно смотрите я вам про ветра говорила у нас вот первый год что здесь крыша вот так вот ровно знаете как обдувается прям как срез раньше такого не было ну и здесь обычно всегда лежала шуба на нашем балконе прям снежная снежная большая а сейчас видно заметно как все это дело сдувается саша у себя в час игре и привезет она с нами потусуется слушайте ну вот разговариваю с вами и прям запах жареного снизу с утра это очень неприятно пойдемте с вами на противоположное окно где нету где не жарят и нету под окнами кухни так вот о чем я говорила саша на некоторое время к нам приедет потусуется я хочу сейчас приготовить куриные оладьи но чтобы она поела и могла с собой взять ну и вон смотрю за нашим другом слушайте ну шерсть у него прям красивая уж извините что помогу показываю но там обитает наш друг вот к нему рыжая бестия приходит и они вместе играют дурачиться очень очень меховой прям так красиво на нем это шубка новая теплая зимняя сидит прям классно но я надеюсь ему тепло рассказываю все новости вчера пока с вами проводили прямой эфир у нас гуляли ребятишки и вот здесь видите кабель вот так висит это наш интернет и телевидение в общем они вчера вешались на него катались стучали брончали чуть не оборвали но благо у нас как и во всех домах многоквартирных есть беседа в вайбере мы тут же написали что чьи дети выйдите проверьте потому что если оборвут этот кабель не будет в доме ни интернета не телевидения это единственный источник по которому к нам попадают в дом цивилизации видим интернета и телевидение в общем я вам кратенько все рассказала писала пойду сейчас готовить но заодно сниму вам рецепт надо еще помонтировать по выкладывать рецепты на 2 на кулинарный канал кстати говоря подписывайтесь если вы еще не знаете много людей новых пришли подписались на наш канал и возможно вы не в курсе так вот сейчас появится ссылочка в правом углу экрана нажимаете переходите на второй канал там у нас рецепты меня просили о том чтобы вот я создала этот канал те кто смотрят те кто и готовят по нашим рецептом чтобы им было удобно найти то или иное видео тот или иной рецепт и по нему приготовить уже для своей семьи так что милости просим на второй наш канал бежит 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 что-то в зубах уже несет побежал зарывать ладно пошли заниматься готовкой он бегает зовет свою прелестницу она видимо убежала забывает завет ее вожак стаи занял свою позицию на горе там еще сороки рядом сейчас человек уйдет скроется с горизонта он спустится иди сюда иди сюда потерял потерял ищет курицу я уже достала глазовская мы как-то покупали их окорочка готовил неплохие вкусненькие поэтому неплохо чем сейчас это пока откладываю сторону а прежде мне нужно разобрать посудомойку она все уже отстирала так это наша миска которая была общая джей и сима дальше все это сейчас разберу все это сейчас по раскладываю по местам и займусь уже приготовлением мы уже позавтракали я помыла грудку здесь получилось таких три филе лучок дальше я буду брать кориандр перец молотый соль мука и в принципе все наверно а яйца я забыла про яйца кориандр перри андр перри андр надо яйца яйца андр так добавляю яковские они у меня с первая категория поэтому я взяла три посмотрю наверное еще добавлю сметанки это получается такой уникальный рецепт сюда можно творог можно кабачок капусту в принципе все что угодно добавляйте и жарьте это не котлеты я думаю все это должно пройти быстро и и приступаем флорин флорин и 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 я филе нарезала вот такими кубиками теперь мы все это дело перчим затем добавляем соль обязательно это перемешаю и затем уже добавлю яйца вбиваю 3 яйца добавляю кориандр а вы можете добавить любые другие специи которые вам нравятся и которые вы предпочитаете ну а я решила добавить сюда сушеный укропчик и мне кажется лишним это не будет главное не переборщить снова все хорошо перемешиваем добавляем лук как вы поняли снова все перемешиваем лук прям хорошо должен разойтись по всей массе для сочности и вкуса я дам сюда ровно вот две столовые ложки сметаны больше и не нужно за счет того что я дала сметану это должно быть все сочным и иметь сливочный вкус мне кажется сюда не помешало бы еще моцареллу положить было бы вообще обалденно тянущийся сыр но моцарелла нету поэтому исходим из того что есть и завершающим этапом мы добавляем муку муку я буду добавлять на глаз ну так примерно верно перемешиваю и смотрю мне кажется муки достаточно сейчас лопаткой со скребу со стен тут остался у нас лук мука чтобы это все было вместе на этом все тесто готово я оставлю его расходиться минут на 15-20 чтобы образовалась клейковина у муки и затем буду уже выпекать на подсолнечном масле и пока тесто будет настаиваться я приберу здесь все уберу в посудомойку страшно не люблю во время готовки когда что-то где-то нахламляется заставляется здесь на рабочей кухонной зоне поэтому посудомойку стараюсь всегда освобождать сразу но бывают конечно исключения когда складываю вилки ложки я сразу их разделяю по разным зонам то есть чайные ложечки здесь столовые большие ложки здесь вилки отдельно и ножи вот так вот в большие ячейки так потом удобнее разбирать посудомойку до вечера она накопится и вечером уже буду ее включать пока тесто все еще стоит и готовится я включаю плиту ну примерно на двоечку наливаю масло чтобы потихоньку она начала разогреваться готовлю тарелку на которую буду вынимать оладьи обязательно беру бумажное полотенце чтобы весь жир уходил именно в него сковородка уже разогрелась и я приступаю к приготовлению непосредственно оладьев набираем мясное тесто и выкладываем на сковородку я специально ее не разогреваю прям чтобы она была сильно раскаленная чтобы тесто успела приготовиться и с оладьи они все-таки мясные не были внутри сыроватыми я предполагаю что уже все готово и необходимо переворачивать туда сушки очень даже румяные получается симпатичные и судя по тому как реагирует сковородка сочные я думаю оладьи готовы буду их выкладывать и обязательно накрываю полотенцем немножко прижму чтобы весь жир впитался отработанное масло я сливаю насухо вытираю сковородку никогда повторно на таком масле не жарю все тщательно вытираю посмотрите вот это вот ерунда нам не нужно в организме кладу сюда чтобы впитался жир и потом выброшу заливаем новое масло и готовим дальше готовы оладьи вот так вот они выглядят очень сочные девчонки жарьте под крышкой на второй стороне прям накрываете и сочность ну вот смотрите это не масло это вот именно сок мяса даже из филе грудинки они ну прям мега сочный ну а на этом мы вам желаем приятного аппетита всем кто сейчас завтракает обедает или ужинает оладьи вкусные получились ну и после готовки как всегда что уборка вы меня спрашивали почему так чисто ну знаете чисто потому что нужно просто убирать и так мотивация на уборку какая мотивация просто уборка обязательно все хорошо вот промываю сфере чтобы не было никаких жирных точек жирных пятен в том числе конечно и здесь и на этих всех поверхностях вот такие вот дела сашка уже с собой взяла и пицца осталась и взяла на оладьи валит к себе все готово кухню я помыла чистота и порядок плиту тоже помыла здесь все прибрано осталось только включить посудомойку пусть она стирается красота чистота еда готова обязательно накрываем плиту и до следующей готовки теперь с чистой совестью можно отправляться за монтаж саша уже уехала к себе они сейчас заедут магазин купят еще и продуктов что нужно что необходимо ну а я тем временем буду монтировать для вас видео приедет игорь и мы досматриваем сериал хороший хирург и принимаемся за следующий выходные дни должны быть выходными я не думаю что следующие и последующие выходные будут точно такие же в плане свободные они загруженные работы поэтому наслаждаемся здесь и сейчас и до скорой встречи и 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